Привет, дорогие друзья, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы тоже здравствуйте. Сегодняшний обзор будет на канал Семья Колесникова. Да, я долго не смотрела их канал, как-то вот выпал он у меня с обзором, но я на него вернулась. Я, конечно, не пересмотрела все видосы, но остановила свое внимание вот именно на вот этом видео, да, там, где Алексея вызвали в школу. И вот эта вот волна возмущения, которая пошла от папы, меня действительно удивила. Да, вот он начал там рассказывать, что у Максима нет стимула. Меня вот это все реально, мягко говоря, удивило. А какой стимул нужен? Ведь вообще, да, кто дает ребенку стимул в 15 лет учиться, как не родители. Но давайте будем объективны. Чьи бы дети учились, если бы родители не объясняли ребенку, да, не наставляли на путь истины и не рассказывали, как это важно получить образование, да, дорогу в жизнь. И понимание ребенка не добились, для чего ему это нужно. И вот мне, знаете, стал интересен такой момент. Алеша вообще понимает принципы воспитания детей, да, ведь это не только накормить, а дети будь, но и много чего другого, да, в ребенка нужно вкладывать. Я не говорю сейчас за финансы, но в ребенка нужно вложить душу, вложить сердце, да, вложить свои мысли, объяснить ребенку вообще, для чего он пришел в эту жизнь, да, что ему нужно по жизни. Направить, естественно, собственного ребенка. Если ты видишь, что ребенок где-то отвлекся, да, где-то что-то недопонял, помочь, сесть, уделить время, объяснить, поговорить. Мы что видим постоянно, как Леша говорит со Светой только на камеру. Вот реально я вижу только это. Но я не вижу, чтобы уделялось внимание мальчику, которому 15 или 16 лет. Простите, дорогие друзья, да, но это самый такой сложный период у подростка, когда идет формирование его личности. Мы видим, что вообще вот часто в видео Максим сам по себе. И мне действительно жалко паренька, потому что, да, когда на него папа спихивает, спускает всех собак и рассказывает, какой вот он у него там непутевый, у него нет стимула, нет желания, нет стремления. Хочется подойти и просто дать по башке. Ну, кто из нас родители, да, вот так вот отзывался о собственном ребенке? Для чего тогда нужны родители, если никто ничего не делает? И проще всего спихнуть на то, что у него нет стремления, желания, цели. А ты родитель для чего? Почему ты не ставишь для него какие-то цели? Не провоцируешь, да, не пытаешься вызвать у ребенка желания? Не помогаешь. Почему вместо того, чтобы не запилить лишний видос, ты не возьмешь учебники и не подтянешь с ребенком то, что он не понимает? Для меня это, конечно, шок, потому что, да, ну каждый родитель, для чего мы живем, как не для собственных детей? Для того, чтобы, да, правильно их воспитать, направить в жизнь, чтобы они были удачными, успешными, счастливыми, любимыми. Ну, для чего тогда, да, это все? И когда некоторые кричат, что вот завидуют семье Колесниковых и у них нужно поучиться, хочется сказать, ребята, у вас с головой вообще реально порядок? Или вы тоже вот так вот реагируете спокойно на неуспеваемость собственных детей, да, в школе? Вот для меня это видео, конечно, я посмотрела другие видео, но вот это видео меня реально захлестнуло. Потому что я тоже мама, и я не представляю такой реакции, да, чтобы я вот так пустила на самотек, ну, со справкой выйдет со школы, и хорошо, ну, не допустят к экзаменам, и тоже хорошо, ну, и ничего страшного не произошло. Конечно, где сына, где Ютуб, который приносит доход? Вот, и вот вообще я убеждаюсь каждым разом, что абсолютно плевать, дети это контент, на котором пилятся видосы, да, ну, вот как так халатно можно относиться к собственному ребенку? Вы знаете, с каким-то даже определенным пренебрежением, потому что какой родитель, да, объективно вот сядет на камеру, я прямо зачитаю, я себе записала крылатые фразы папы, если не хочет учиться, то ничем не поможешь. Как, как вообще серьезный человек, папа, может это сказать? А что делает папа? Что делает мама? Ну, мама хоть какую-то там деятельность создает, да, там, с кухней и тому подобное, папа деятельность создает только с котлом. Зато, да, себя он жалеет, он каждое видео, пусть даже не каждое, но через одно рассказывает, какие у него проблемы со здоровьем, почему он не может то или это. Он рассказывал, что он купит газель и обязательно пойдет работать. Теперь тысяча причин, почему он не идет работать. И он эту газель, мне кажется, будет ремонтировать до конца, я не знаю, дней этой газели, только для того, чтобы не идти на ней работать. В газели хранятся дрова, и такое ощущение, что ее купили исключительно для того, чтобы возить на ней дрова. А ребенка, вот себя папа жалеет, а на ребенка ему просто плевать, в руки не доходят, времени просто реально нет. Опять-таки, вот эта фраза, папа, он не стремится, не хочет ничего делать, делает вид, что он только делает. Леша, а у кого он пример берет? У кого он берет пример, как не у тебя? Он тоже создает в таком случае видимость, как и папа, да. Ну, то есть каждый ребенок копирует модель поведения собственных родителей. Если он видит, что папа только делает картинку, контент, и не делает ничего, создает только видимость, да, вот этого какого-то движения, то же самое делает твой сын. Не надо делать виноватым и крайним ребенка. Дети – это зеркальное отражение собственных родителей. Что ты влаживаешь собственных детей, то ты получаешь в результате. Это говорит о чем? Что ты в собственных детей не вкладываешь ничего. И вот эти чудо-комментаторы, фанатики какие-то, да, которые кричат, как все здорово, а что здорово, товарищи, объясните, чему все завидуют, и что же здорово в этой семье. Может быть, люди просто в шоке находятся. Некоторые люди жалеют детей, например, такие, как я, потому что, ну, вот реально просто жалко. Смотришь, как родители собственными руками калечат будущее своих детей, и реально становятся волосы дыбом от этого. Да, каждый родитель почему пытается дать ребенку образование, чтобы ребенок жил лучше, чем живут собственные родители, и это нормально. И детство каждый пытается обеспечить для своего ребенка, например, да, лучше, чем было у него, чтобы ребенку было что вспомнить, потому что это детство. Простите, ребят, но о чем здесь можно говорить и чему здесь можно завидовать? Вот чему здесь можно позавидовать? Халатности родителей. Света сидит, ни рыба, ни мясо, папа рассказывает о том, что в школе грусть печалька, и зачем вообще меня вызвали в эту школу? Вот я действительно не понял, действительно это было очень непонятно. Может быть, родители надеялись на то, что папа сможет достучаться до собственного сына и объяснить сыну, да, что это важно. Это не учителя должны делать, это должны делать родители. И успеваемость собственного ребенка, так же, как и неуспеваемость, зависит полностью от родителей, от того, что родители вкладывают собственных детей. А по факту мы видим, что Леша вообще ничего в детей не вкладывает. Мы уже все прекрасно слышали оценки детей, да, как дети учатся. Это о чем говорит? Что родителям плевать. Вот они плывут по течению, все замечательно. С YouTube капает, и тоже все здорово. А в результате, да, сидит вот мама, да, ни рыба, ни мясо, которая счастлива. Вот вы знаете, она мне напоминает Дом-2, да, в конце, когда они все кричат, и мы счастливы. Вот и Света, вот она, и мы счастливы. Вот она сидит, и все у нее хорошо. Сын на отчислении, да, просто сумасшедшая неуспеваемость, а у нее все хорошо, она счастлива. И Леша рядом сидит и объясняет, он вообще не понимает логику учителей, и что они от него хотят, и зачем они его отвлекли. Интересно, от чего же они его отвлекли? Действительно, от контента. Вот Леша пилил видосы, а учителя такие негодяи, его отвлекли в этот момент. Может быть, учителя просто бьют тревогу, да, и пытаются тебе же отсюда нести, как важно твоему ребенку получить образование, что это его будущее. И что еще есть время хоть как-то его подтянуть для того, чтобы получить хоть какую-то корочку, чтобы хоть какой-то у него шанс был в жизни. Ребята, простите, но каждый родитель должен и обязан дать шанс собственному ребенку на хорошее будущее, благополучное и сытое будущее. И возмущают меня вот эти чудо-фанатики, да, чудо-комментаторы, которые реально пишут, как все классно и здорово. Ребята, кто ваши дети? Вот перед тем, как мне писать в комментариях, да, что реально все классно и здорово, расскажите мне, кто ваши дети. Потому что здесь я вижу просто картинку от обратного, да, и у меня волосы становятся дыбом. Мне реально объективно жаль детей, которых просто калечат собственные родители. Вернее, родителям нет дела до детей. Дети живут сами по себе, а Леша со Светой живут сами по себе. Тут самое главное спилить видосы. Работать никто не собирается, им это не нужно. Тут самое главное, да, снимать Свету на кухню и Лешиной болталке, либо Лешину печку. Больше ничего абсолютно людям не интересно. Им плевать на собственных детей. Виталина болеет. И хорошо, что она болеет. Когда-нибудь она в больницу обязательно попадет. И в этом всем семья Колесникова. Простите, то, что вы рассказываете, что Света хозяйка, потому что она есть, готовит. А кто из вас не готовит, есть? Или кто из вас не убирает в собственном доме? Или кто из вас не стирает? Ну, на сегодня, ребят, заканчиваю. Пока, до новых встреч.